В этом году приступят к следующим этапам строительства трассы Джугга-Сочи. Такую информацию озвучил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин в ходе 10-го форума дорожных инициатив. Он проходил в Сочи с 11 по 13 сентября. Развитие Юга – главный приоритет и у государственной компании «Автодор». Я городской дорожник и понимаю, как это сложно, но в Сочи эти десятки тысяч раз сложнее, чем где бы то ни было. Вот выбирать по 2-3 метра для того, чтобы заходить туда, но задача сделать тоннель, сделать вот первое, первое, что нужно сделать, это ход, конечно, Адлера. Правительство Российской Федерации поддерживает у нас на сегодняшний день самое главное направление – это на юге. Новая трасса сократит время в пути от Джугги до Адлера с 7 до 1,5 часов. Городская администрация также обращает особое внимание на развитие дорог-курорта. Мы прекрасно понимаем, что люди прилетают в аэропорт, и сейчас крайне сложно добраться, допустим, от Адлера или с территории Сириуса, с Красной Поляны до Центрального Сочи. И прекрасно все мы понимаем, насколько сейчас сложно. Вот сегодня я тоже ехал, выехал 8 часов, что при 10 часах на машине порядка 2-х километров, 2-х часов добирался. То есть мы понимаем, что это пробка от Центрального Сочи, начиная от Адлера. Эта дорога по ходу Адлера нам даст такой достаточно серьезный прорыв. Проблемы сочинцев и туристов знают в государственной сумме. Депутат Сергей Кривоносов следит за ситуацией на всех уровнях власти. Особое значение, я считаю, сегодня для города имеет создание альтернативных дорог, которые позволят разгрузить основную трассу, соединяющую эстакаду Адлер и Сочи. Потому что на аэропорт большая нагрузка, много транзитных пассажиров, которые дальше едут на юг России. Также народный избранник уверен, что курорту нужны дополнительные парковки при въезде в город. По его словам, необходимо увеличивать за нее стоимость для приезжающих. Это позволит разгрузить Центр Сочи. Я считаю, что перехватывающие парковки необходимы и нужно, чтобы в центре города прибордюрные парковки были достаточно высокой стоимости, чтобы не все гости могли приезжать за своих автомобилей в центр города. Иначе произойдет коллапс и передвигаться не сможет никто. Поэтому эта работа под нашим депутатским контролем ведется. В ходе форума обсудили масштабные проекты, которые позволят объединить Азово-Черноморский регион. Об опережающем темпе строительства дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях рассказали представители профильных ведомств этих регионов. Некоторым из них даже повезло встретить на своем пути в Сочи лишь один автомобильный затор. При подъезде к Сочи колоссальные, потрясающие изменения по автодорожной сети. Дорога достаточно комфортная, безопасная, что самое, наверное, важное. Мы ехали со всеми абсолютно в одном потоке. Мы попали только в одну пробку на всей территории. Это уже после Адлера. Это было связано с ремонтно-восстановительными работами, но это неотъемлемо. На форуме более 15 крупнейших российских компаний смогли представить свои инновационные разработки в дорожном строительстве. Совместная задача властей и бизнеса – создание интеллектуальных транспортных систем с длительной гарантией службы и максимальной безопасностью для потока транспорта.